МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музей наш, сегодняшний герой. Иван Владимирович Цветаев, человек, о судьбе которого мы стали размышлять. Да, сын священника, простого, скромного, тихого. Так, казалось бы, должна была сложиться его жизнь. И до определенного момента... Так оно и было, да? Да, всё было. Он закончил духовное училище, Владимирскую духовную семинарию. И вдруг он решает... Характер-то был очень смирный, говорят. И какой-то простой, смирный характер. Ну, не случайно его происхождение и духовное сословие. Я думаю, вот в этом что-то есть, понимаете? Что он не в семье купца родился, а что в семье священника. И он решает после окончания Владимирской духовной семинарии поступить в Санкт-Петербургский университет. И историко-философский факультет, которого он заканчивает золотой медалью в 1870 году. То есть вот так зародилось удивительно в этом скромном, тихом человеке, поповском сыне. Вдруг что-то проснулось в определенный момент, и он почувствовал... Что нужно изменить судьбу. Да, что нужно изменить судьбу. Может быть, пойти и против, в определенном смысле... Более родителей. ...родителей, да. Что есть другое предназначение ему. И вот он вот так совершает довольно рискованный поступок, прямо скажем. Не говоря о том, что, конечно, отношение к сыну священника в Московском университете было более чем проблемное. Сомнительное, да. Конечно, его чуть-чуть и презирали, над ним и насмехались, немножко считали его, не их круга, человеком таким не светским. Не свой как бы. Не свой. Не свой человек. Это его, конечно, не могло не угнетать, Саш. Все-таки это мучительно. Но он прошел через это. Через эти тернии. И, в конце концов, он преподавал в университетах Российской империи, в Московском университете. И вот 1889 год. Цветаев возглавляет кабинет изящных искусств и древностей. Именно из этого кабинета и вырос музей изящных искусств имени Александра III. А вот это официальное название мы сейчас произнесли впервые. Всего два помещения занимал этот кабинет. Старый университетский корпус на Большой Никитской улице. Он сейчас сохранился. Цветаев очень хотел, чтобы эти экспозиции, которые создавались его трудами, трудами и тчаянием его помощников, были доступны не только студентам, но и всем желающим. И это случилось, действительно. Ректор университета пошел на то, чтобы разрешить всем, кто хочет, посещать кабинет изящных искусств. А ведь это какое было смелое решение. Представляете, скольких трудов стоило Цветаеву добиться того, чтобы закрытый кабинет открыли для всеобщего... Человек мог прийти с улицы, там учителя могли прийти. И посмотреть, потому что им это необходимо. Бедная московская интеллигенция. И, заметим, все это было бесплатно. Бесплатно, да. И он понимает, что у него вот такая возможность есть, что превратить кабинет в большой музей. Постоянно переписывается со своими коллегами из Лондона, из Парижа. Ну, конечно, речь не идет о том, чтобы закупать очень дорогие... На это денег нет. Но зато есть возможность привезти в Москву гипсовые слепки. С этих шедевров, которые хранятся в Лувре, например. Во Флоренции. В Лижнего Востока. Там и античное европейское искусство. Вот все это привезти и сделать музей наглядной христоматии по истории мировой скульптуры и архитектуры. Чтобы, по крайней мере, можно было, не выезжая в Рим, составить представление, как развивается мировая культура, по какому пути она идет и где ее истоки. Но благородная цель, что и говорить. И вот уже начало 90-х годов... А сколько сил это требовало? Да, вот сил-то, сил нужно много для чего? Надо убеждать и власть, то есть чиновников, и богатых соотечественников, что нужен современный культурно-просветительский музей в Москве. То есть, да, есть музей Румянцевский, это понятно, там библиотека, но нужен музей иного уровня. Музей, который бы знакомил с европейской культурой, хотя бы не в подлинниках, но хотя бы показал варианты, на которые есть смысл обратить внимание, чтобы люди, не имеющие возможности поехать за границу, особенно студенты, могли реально все это увидеть, приблизиться к шедеврам. То есть, на чем они должны образовываться, расти? То есть, они должны же видеть это, по крайней мере. Да, денег поехать в Рим у них нет. По крайней мере, они должны увидеть знаменитого Давида, да, работами. Хотя, Саш, были возражения Ивану Владимировичу Цветаеву, нужно ли заменять искусство суррогатом искусства? Может быть, не нужно смотреть на заменитель подлинников, накопить и поехать увидеть подлинник? Не отобьет ли это вкус? Не испортит ли это вкус человек? Надо сказать, что такие споры до сих пор ведутся. Прав ли был Цветаев? С одной стороны, прав, потому что Музей Европейского Искусства нужен, но с другой стороны, может быть, и не прав, потому что это все подделка. Да, это сложный, конечно, вопрос, потому что многие люди просто не знают, что в Музее Изобразительных Искусств имени Пушкина в основном копии стоят. Но, с другой стороны, многие из них и никогда не увидят подлинника, понимаете, того же знаменитого Давида, который был в Флоренции. А нужно ли видеть? Нужен ли он им? Нужен ли? Нет, нужно ли начинать знакомство с искусством, великим искусством Европы с копией? С копией. Сложный вопрос. Ну вот я был во Флоренции в знаменитом дворике Академии, где стоит Давид. Тоже копия? Нет, оригинал. Они его убрали, потому что он уже начал разрушаться. Убрали его в помещение. Хотя, конечно, были споры. Но зачем вы это делаете? Даже там. То есть это опять что-то такое не очень подлинное. Зачем убирать, да? Он стал просто разрушаться. Там они поставили копию. Огромная очередь смотреть Давида стоит. Огромная. Чуть ли не час-два. Ну, это был туристический сезон. Но мне эта очередь, конечно, запомнилась. Самого Давида. Ну, я не специалист, так сказать, в искусствоведении. Допустим, не смогу различить копию. И подлинник. Вот в чем дело. Если хорошая копия, то она стоит в музее Пушкина. Там итальянский дворик, да, знаменитый. Но, тем не менее, тут что важно? Подготовить надо человека вот к созерцанию того же шедевра подлинников. Все-таки, может быть, Цветаев был прав. Сначала пускай все идет с копией. Вот человек смотрит, да, он видит это копии знаменитых шедевров, которые в ватиканских музеях. Да, вот мы посмотрели, в детстве нас привели туда. А на Западе вообще ведь детский сад водят. Это я видел неоднократно. Ну, просто четыре года их ведут за руку, потом они садятся на пол, да. Мы все видели, как там бывало. Они просто на полу сидят. Ты у нас скажешь, куда ты сел на пол? Там же холодно. Эти какие-то приносят с собой коврики, садятся и начинают этим ртом слушать экскурсовода, своего учителя. Я не раз это видел в западных музеях. У нас такого, я не видел, ну, наверное, другая система, может быть. Но там буквально с детсадовского. Столько научились они ходить и сразу туда ведут. Наверное, в этом смысл подготовки, да, то есть он видит. Они смотрят на подлинники, они смотрят на настоящие шедевры. Есть аура шедевра. Например, пьета Микеланджело, знаменитая. Когда мы видим ее в копии, мы видим довольно большую скульптуру белого красивого мрамора, пусть так. Но когда мы приходим и видим ее настоящую, это совершенно другое ощущение. Это крошечная, чуть-чуть желтоватая фигура, оторваться от которой невозможно. И, конечно, сравнить... С копией, да. Это даже вредно. Ну да, и тем более в каком месте она стоит, в соборе этого Петра, чтобы попасть туда, нужно также стоять очередь. Но уже когда вот встаешь в эту очередь, все равно в этом какой-то смысл есть, понимаете? То есть не войти просто так. Прибежали, приехали, посмотрели. А приблизиться. Да. А вы стоите, да. Вот вы ждете очередь. И когда уже люди заходят туда, сейчас ведь стекло там поставлено. Потому что один душевно больной турист попытался разрушить скульптуру. И вот было принято решение оградить ее. И поэтому пытаются все фотографировать, а блики не дают такой возможности. Но вы совершенно правы, что созерцание этой пьеты в соборе святого Петра, в этом месте потрясающем, где каждый может найти себе уголок. Да. Он огромен, но не только поэтому. Что куда только не поверни голову, тут Рафаэль, тут Бернини, тут Барамини, тут Микеланджело. Ну, поэтому туда и едет весь мир, и люди стоят и в дождь, и в зной. Мы стоят под этими зонтиками, это вот такая интересная, у меня осталось вспоминание, что зонтики, зонтики, потому что солнце, очень жарко, там же каменная площадь, это все. И очень открытые. А ветер, когда начинается, то воду даже брызги относит немного на людей, которые стоят. Причем в этой очереди люди всех национальностей, со всех континентов. И туда можно постоянно ездить, только для того, чтобы попасть в один только собор святого Петра. Потому что ватиканские музеи тоже не менее интересны. Но здесь уже нужно иметь серьезную, конечно, подготовку и физическую. И сам собор святого Петра, это же музей, по сути, есть действующий музей. Но что делать? Все, наверное, могут в Рим поехать. К чему я вспомнил сейчас Рим? В Москве необычайная активность, в этом смысле музейная. В одном музее шедевра Ватикана, в другом Рафаэля. И везде люди стоят, иногда путают, куда они приехали, потому что они думают, что Рафаэль там. А тут для них, в общем-то, все едино. Может быть, это и нормально. Ну, это нормально, да. Но надо смотреть на шедевры все-таки в том месте, где они постоянно находятся. Сейчас это несложно и не так дорого, как раньше. Выбраться все-таки и хоть раз в жизни поехать в Ватикан. Вот я призываю всех, кто стоит в очереди. Это тоже правильно, что сейчас очередь в Тротяковскую галерею. Так тоже неожиданно несколько. Все-таки Тротяковская галерея показывает наше национальное искусство. И вдруг мы видим там такое внимание к Ватикану. Было бы уместнее увидеть это в музее изобразительных художников имени Пушкина. Но там шедевр Рафаэля. Сейчас там уже выставка грузинских художников. Опять же, все-таки как-то необычно там видеть грузинский авангард первой, третьей XX века. Может быть, его надо в другом месте где-то показывать. Но такая конкуренция между музеями очевидная. Может быть, она и на благо. А может быть и наоборот. Может быть, вот такой ажиотаж, он и рождает, Саша, другой ажиотаж. Да, может быть, да. И когда ажиотаж становится уже смыслом, как шопинг, понимаете, превращается это в некий вид шопинга. То есть отметиться надо, да, пойти туда. Ну вот я не пошел, честно говоря, на Ватиканские. Я тоже. Потому что я видел это не раз. Слишком много усилий. Надо себя заставить. Понятно, что не хочется оформлять там визу. Хотя сейчас хочу вам сказать, что оформить итальянскую визу проще простого. Это самое либеральное такое консульство. И спасибо им большое. Охотно очень дают. Документов минимальное нужное количество. Понимаете? Надо туда ехать. Надо преодолеть себя. И хоть раз в жизни посмотреть, где эти шедевры вообще висят. И как они. И что они себе представляют. Как они существуют. Да, подышать этой атмосферой. А потом уже, если хотите напомнить, сходите там на очередную выставку шедевров Ватикана в Третьяковской галерее. Ну, постойте, в очереди часов в пять. Постойте, в очереди. И вот эта борьба со спекулянтами. Вот мы уже не раз говорили, что спекулянты были всегда. И сколько были театры те же самые. Всегда. И Шаляпин еще с ними боролся. И только один способ нашел борьбы. Ни милицию, ни полицию он не привлекал. Он сам раздавал билеты. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из наших диф и примтоск теперных у себя на квартире объявит бесплатную раздачу билетов. Но он хотел провести вот бенефис. И он увидел, что барышники, так назывались спекулянты, все скупили. И тогда он сделал объявление в газете, что, пожалуйста, приходите ко мне домой за билетами. И вот все московские нищие интеллигенции потянулось к нему на Винский бульвар. И все попали. И все попали. Так что со спекулянтами бороться трудно. Трудно. И, кроме того, это возникает такой вот нехороший ажиотаж, который мешает многому. Он мешает развитию восприятия. Он мешает спокойствию восприятия, которое необходимо для искусства. Появляется некая шустрость и желание достать, которую... Хороша ли это желание достать? Вот о чем речь. Но мы, может быть, поговорим об этом в следующий раз. Мы гуляли сегодня возле Пушкинского музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. И видите, как далеко нас уводят иногда прогулки. Но, с другой стороны, не для этого и прогулки. Мы гуляем, чтобы вспоминать, размышлять и разговаривать с вами. Спасибо большое, что слушаете нас. Удачных всем дней. Александр Васькин, писатель, историк Москвы Ирина Кленская. Мы желаем вам удачи. Субтитры создавал DimaTorzok